Ирина, спасибо вам за искренность, за то, что вы даже визуально показываете, как это все происходит, и я могу на себе прочувствовать и уже сейчас пережить. Здорово. И у меня еще один вопрос. Как спокойно относиться к своим случайным промахам, к каким-то неудачам, к чему-то тому, что случается? Что случается? Да. Тоже интересный вопрос. Ну что, разберем. Сразу первое, что уйдет на мысль, это упражнение, называется ошибочка. Если это упражнение делать тоже 21 день, но это контроль самого себя, это уже работа над собой. Как сделать так, чтобы я спокойно относилась к своим промахам, потому что мы совершаем ошибки, мы не идеальны, идеален только Бог. И это вот упражнение ошибочка, оно состоит всего лишь из трех фраз. Первое, ошибочка. Второе, я хорошая. И третье, работаем. Но если я буду просто это говорить, не подкрепляя жестами, то это будет просто аффирмация, и она мне не даст быть уверенной и двигаться, и не обращать внимания на свои промахи. А вот если я начинаю к каждой этой маленькой фразе подкреплять какой-то жест, потому что мы с вами сегодня говорили, даже от жеста много значит. И я тоже себя этим начинаю жестом контролировать и уравновешивать. Ученые проговорили в свое время, что из всего нашего разговора вы вынесете практически 11-12%. Через два месяца вы скажете, например, какая была приятная Ирина-собеседница, или скажете, как мне было с ней тяжело, она была такая нудная. Почему? А потому что я, какие жесты я использую, вы считываете их, и от того, если они открыты, жесты, вы принимаете легко. Если жесты будут только все конкретно закрытые, вам тяжело самой со мной и, соответственно, принимать мою информацию. Так вот, это упражнение «Ошибочка» я для себя таким образом решила. Например, «Ошибочка» первый жест. Это сиюминутное, что я делаю. Вот только сейчас ошибочка. И все, она вот была... Второе, второе, сразу же идешь в выражение. Я хорошая. Я хорошая. Я хорошая. Работаю. Что я делаю? Я выхожу на позитив, А если я заряжаю позитивом, то я осуществлю поставленную цель, и я вышла из негатива. Помните, я сегодня говорила, если негатив, у меня блок. А если у меня выходит позитив, то я что делаю? Я прохожу через этот блок, и у меня не только туннельное видение проблемы, но и периферическое. Я охватываю очень много. То есть, первый блок. Ошибочка. Сиюминутная. Я хорошая. Работаю. Говорю свои личные, личностные свои ассоциации. В январе месяце мы с мужем отправились в отпуск, и отправляясь, собрали, конечно, заранее все свои чемоданы, и в последний момент я начинаю думать, где моя карточка кредитная. И я понимаю, что я ее не беру. Я сама себе ошибочка. Я хорошая. Работаю. Я иду, беру эту карточку и резюме. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Всегда надо себя найти какую-то аффирмацию, которая покажет тебе. Или вот, например, опять же с моей жизни. Очень часто кольцо, когда пользуюсь кремом, кладу на стол. Попользовалась кремом на кухне, потом, значит, обговорили с мужем, что будем делать на завтра. И я убирая все со стола, все сбрасываю в мусорное ведро. Иду готовиться ко сну и начинаю понимать ошибочка. Я хорошая, успокойся, все хорошо. Это как, знаете, как выражение мамы. У тебя все получится. Хорошо, работаю. То есть я еще далеко не ушла. Это все? Где это все? Ну, конечно же, в мусорном ведре. Здесь очень важно себя остановить, что каждая вещь должна быть на своем месте. То есть я себя успокоила, я зарядила себя, но я сама себе что говорю? Такую аффирмацию. Каждая вещь должна быть на своем месте. Если я положила кольцо и использовала крем, я должна обязательно это потом в дальнейшем проконтролировать. Ну, или вот такая мелочь, которая всегда у каждого человека у нас возникает. Утром торопимся на работу. И, например, конспекты, телефон, очечник. Прихожу на работу, очечник пуст. Ошибочка. Я хорошая, все хорошо, бегом домой, работаю и бегом на работу. И какой резюме тоже, что важно доверяй, но проверяй. Ну, вот есть очечник, но проверь его. Вот эта вот программа, или это вот упражнение, это не программа, оно работает. Что это делается? Я себе показываю, что это сиюминутно, что я-то хорошая. Ситуацию я не охватила до конца. И я работаю. И вот этот вот жест позитивный, он меня настраивает действительно на позитив, настраивает меня на эффективность. И я действительно отработаю этот день по-другому уже. Да, и вынесите уроки. Конечно, обязательно надо проанализировать и действительно какие-то уроки. Вот правильно вы сказали, каждый этот промах рассматривать как урок. Не потому что опять со мной тоже. У меня есть такая женщина, которая говорит, ну я же тревожная, поэтому у меня со мной все случается. Нет, ты не тревожная. Просто тебе внушили годами, но ты тревожная, поэтому у тебя все сыпется из рук, у тебя все сыпется на себя. Тебе внушили. Рассматривай это как урок. Сделай с этого вывод. Да, вы не верили в меня, а вот теперь я другая. Это может быть по-другому. А слова, жесты и вот эта наша улыбка, да, это и позитив, это и окрыление, и ты веришь в себя. Вот ради чего мы говорим, у меня нету позиции жертвы. И если вы будете использовать это упражнение ошибочка, применяйте его тоже. Хорошо. Я сейчас вспомнила очень быстренько момент из жизни, когда-то мы с родителями на дачу собирались, ну и уже там были составлены пакеты, что мы везем. И мне говорят, ну выходи, выкини мусор, пожалуйста. Ну я смотрю, мусорный пакет, я взяла еще какой-то пакет, я же не знала, что мы там на дачу идем. Все отнесла, красиво положила, поставила, выкинула. Мы приехали, ехали 30 километров, и раз уже идет папа, говорит, а где мешки? Я говорю, ну я же выкинула, то есть я выкинула их подготовленный, там был магнитофон, арбуз, еще что-то. Как мне стало страшно, первая реакция, это такая, сейчас как получу. И я смотрю, мои родители друг на друга взглянули, ой, говорят, ничего, зато сейчас, если кто-то найдет, ну вот, по мусоркам лазит, говорит, какая у них будет вечеринка. Все смеялись, и я получила поддержку, правда? Но опять же, скажи, Ир, ну в следующий раз будь внимательной, ну да, так, не летай в облаках. И вот эта поддержка родительская, и вот на позитив, правда? Да, только на позитив. Я, наверное, уже до сих пор всегда проверяю, какой пакет. То есть урок выучен на великолепную оценку. Так что, вот, и еще. Так что, вот.